Итак, я расскажу о возможных проблемах, которые могут у вас возникнуть в связи с установкой Monttools и в дальнейшей работе со скрипт лазерами. Для начала вернемся к основным этапам. К примеру, мы установили игру на диск C, Program Files x86, Activision. И теперь нам надо игру переместить на другую папку, точнее на другой жесткий диск с более большим объемом памяти для того, чтобы установить на нем Monttools. Итак, мы перемещаем в другую папку на другом жестком диске. У меня тоже жесткий диск будет диск D, Call of Duty. Нет, не D, у меня будет диск E. Латат, Call of Duty, Black Ops, Steam Apps, Камон. Вот, я перемещу сюда. И вот мы переместили игру на другой жесткий диск. Я даже папку переименую на Call of Duty World at War, маленькими буквами, чтобы у меня было в списке последний. Так, и устанавливаем на нем Monttools. И вот мы установили Monttools. И я расскажу о первой проблеме, которая могут возникнуть. Вот, например, мы сделали ярлык на рабочий стол лаунчера. Покажу, как делается. Копировать, ставить ярлык. Ой, то есть мы запускаем лаунчер и вот этих вот, этого списка учебных карт и список, ну, плейлоуд, бербен, эсбесси. Этого все может не быть. Это уже говорит о том, что лаунчер привязан по другому пути. И конвертирование у вас не пройдет успешно. Итак, для того, чтобы лаунчера отвязать от пути, связанного с диском C, Promo Files, мы удаляем из панели управления. Извините. Блин. Из панели управления удаляем игру с диска C. Вот. Мы удаляем игру. Вот. Окей. Нет, я не буду лять учетные записи. Это сарсеевые сохранения. Так. У вас диска C, вы видите, удаляются все сохранения. Готово. И могут возникнуть другая проблема. Не запуск мистера Хэнк Кап и генератора. Вот. Я пытаюсь запустить мистер Хэнк Кап. Окей. Видите, приключена работа на зомби мистер Хэнк Кап и пробуем запускать генератор. Так. Тоже не работает. Как это можно решить, я сейчас покажу. Зайдем, пожалуйста, в папку, где мы установили, точнее, переместили игру с диска C и переменовали под свою. Я сейчас поставлю... переменную эту папку нашу, в которой мы хотим, чтобы была быть игра. Временно переменную. Я поставлю лишнюю циферку 2. Создам новую папку. Ставлю название. Ставьте название, только хотите, чтобы ваша папка называлась игрой. Вот. Я хотел, чтобы папка называлась вот так вот. Вот. Она пустая сейчас, на данный момент. Теперь мы должны установить игру. Вот. Установить. Тут вводим свой рецензионный ключ или пиратский через генератор. И вот он пишет, чтобы ввели верный регистрационный ключ. Окей. Так. Да. Я принимаю слово рецензионное соглашение. Далее. 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 Да. Допускай, к примеру. Я принимаю. Далее. И вот мы ставим галочку на выборочную установку. Ставим выборочную установку. Далее. И меняем путь. И тут прописываем путь к нашей папке, которую мы создали. Можно даже не прописывать, а перейти к ней. Пилатут, Call of Duty, Black Ops, Call of Duty, Steam Apps, Come on. И вот. Имя нашей пустой папки. Убираем здесь пустую папку, которую мы создали. Окей. Далее. Да, да, да. Продолжить. И устанавливаем игру в эту папку. Вот. Установка завершилась. Готово. Все. Так. Заходим в папку. Заходим в папку. Вот. Вот. Пустая папка, которую мы создавали. Вот. Туда установилась игра. Содержимое. Вообще даже можно саму папку удалить. Я так и сделаю. Удалю папку. С цифры 2 я просто уберу. С нашей второй папки. Я просто уберу цифру 2. Вот. Убрал цифру 2. Вот. Наша папка с игрой. Где установим mod tools. Все папки на месте и так далее. Пробуем запускать скрипп лейсер теперь. Первый генератор работает. Пробуем мистер Хэнкё. Окей. И мистер Хэнкё тоже работает. В принципе все.